Что делать, если ты потерял кошелек? Сейчас один из стандартных вариантов решения это BK-пятит-ситфраза Ситфраза представляет собой набор миллионических кодов в виде английских слов Но у этого подхода есть одна проблема то, что этих слов очень много порядка 20-24 И из-за того, что их сложно запомнить пользователю в конечном итоге все равно приходится безопасно хранить и приватки и так же искать безопасное защищенное хранилище для ситфразов Соответственно, что что решили сделать мы так как в кейсе была так как в кейсе стегулировала возможность пользователя лично прийти в удостоверяющий центр мы решили, что отличная идея привязывать генерацию ситфразы к геометрическим данным человеком Соответственно, какие плюсы у этого решения? Ну, естественно, пользователю не надо запоминать ситфразу Он сам ситфакап На четвертом служебный центр не хранит ситфразу пользователя у себя Он лишь предоставляет обратное включение для ее восстановления Сами биометрические данные можно собирать различными способами Это скам глаза, отпечаток пальцев и по голосу, если возможно И зашивая при этом каждый из этих источников в отдельных кусочках это ситфразы Так как пользователь физически приходит в этот центр и снимает биометрические показатели то это дает некую дополнительную гарантию что эти данные будут собраны достоверно То есть он не придет с отрезанным пальцем и расстанет его А у меня не щелкает В чем проблема Основная с которой мы столкнулись Это то, что сама ситфраза она должна быть неизменяемая а биометрические данные, которые мы собираем они варьируются Это означает то, что если я один раз положу отпечаток пальцев то во второй раз не факт, что я получу на выходе те же данные То есть там может измениться угол При сканировании глаза как-нибудь не так попадет свет И естественно данные получим разные Как мы решили эту проблему? На основании биометрических данных при первом сканировании Рассмотрим на примере отпечатка пальцев Когда мы в первый раз сканируем палец 3 секунды У нас формируется бинарная строка Из этой бинарной строки мы формируем ситфразу и мы сформировали специальные данные для корректировки ошибок Эти данные нам понадобятся при повторном сканировании Если мы получим другую другую бинарную строку Эти специальные данные могут нам восстановить изначально и восстановить доступ к ошибке Соответственно в прототипе мы сделали веб-сервис и там мы обрабатывали отпечаток пальца В принципе там все просто Подгружается Печаток пальца Далее генерируется из него все фразы Генерируется Гошелек пользователя В теории Планируется, что будет физическое устройство в удостеряющем центре Максимально защищенное Единственный способ взломышленнику взломать Узнать код пользователя Это именно броникнуть в софт В это устройство В удостеряющем центре То есть любой админ может все скопировать Админ центрального сервера Админ центрального сервера получает полный доступ Так все, мы к вопросу Задо переходим А если вы в удостеряющем центре чувак какой-то заснисит именно процедуру сканирования пальцев А что Пробуду Зображает Для Организацию Но В Пробуду ится Маск Красиво А Как Ost К К Перед И эти корректирующие данные не могут восстановить только похожий отпечаток, то есть с некой разбросанностью, с мультиминимальным различиями. То есть, если отпечаток минимально отличается, то он сможет восстановить. А если он отличается очень сильно, то ничего не получится. Это именно ваш протокол? Или это какое-то исследование может быть? Ну да, я не защищал. Давайте последний вопрос. Где вы отпечаток пальца храните? Мы его не храним. Вы же сейчас его выставляли. А, мы храним функцию, которая корректирует ошибки. Мы только ее храним. На основании одной такой функции нельзя основнуть изначальный ключ. Сами отпечатки не хранятся, они где-то раз просто отдаются в аппарате. Все, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА